всем привет вы на канале светлана никичук а значит на канале спортивного диетолога и сегодня у нас с вами будет болталка вот давно не было такой рубрики 1 болталка очень хорошо зашла поэтому я решила ее делать каждую неделю так во первых скажите как вам мой новый образ я потемнела постригла челку вот не знаю я как и все девочки когда темные волосы надо обязательно высветлить светлые затемнить челку сначала отрастить потом ее отрезать прямые зовите кучерявые нужно выпрямить в общем напишите как вам мне кстати очень нравится так что я сегодня буду разбирать буду разбирать ваши вопросы сейчас мы пойдем по ним и кстати вы знаете что я стала бабушкой можете меня поздравить в комментариях представляете у меня родился прекрасный внук его зовут адам вот так ну что погнали значит первый вопрос здравствуйте светлана подскажите пожалуйста я придерживаюсь нуб нуб это низкоуглеводное питание хочу использовать иногда в выпечку изоляцию его белка как часто его можно использовать и не будет ли вреда от него организму смотрите во первых я бы сказала что нуб само низкоуглеводное питание это не совсем хорошо надолго да потому я не даю такие программы например на своих курсах на 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 дурицологике курсе да на мини курсе цех то есть мы никогда не идем по низкоуглеводному питанию по умеренно углеводному да но не по низкоуглеводному потому что вот здесь как бы есть моменты во первых потому что углеводы они не являются злом да и многие даже те кто имеют там диабет инсулинорезистентность они стараются вообще исключить углеводы их нельзя исключать здесь вопрос только качество углеводов то есть углеводы углеводом рознь если мы говорим с вами про сложные углеводы они должны быть потому что все таки когда мы с вами говорим бжу до белки жиры и углеводы это очень важные три составляющие нашего питания ну еще есть вода еще есть клетчатка да то есть собственно их пять составляющих вот и углеводы хоть и стоят на третьем месте по приоритетности но тем не менее это тоже очень важно составляющее питание поэтому часто низкоуглеводное питание приводит к тому что случаются срывы и случаются очень долгие такие углеводные запои до вес возвращается обратно из-за этого на после кето диета никто не может удержать вес долго вот поэтому я в целом немножечко скажем так опасаюсь низкоуглеводного питания его никогда не применяю на своих проектах скажу что она не работает лучше до чем стандартная углеводная программа питания так ну собственно вопрос вопрос не об этом вопрос про изоляцию белка выпечку окей да как бы тоже нормально я лично за то чтобы делать такие пп десерты сама их делаю кстати я не делаю их на протеине но я делаю на яйцах то есть у вас нет никакой аллергии на яйца есть очень много разных меренговых рулетов там можно и сделать также с сахзамом знаете мое отношение к сахзамом если это умеренно иногда в десерт то пожалуйста до каждый день сахзам в чай плохо а если делать вот какие-то такие десерты да пожалуйста они у вас точно не будут каждый день поэтому и в целом в изоляции белка ничего плохого нету по поводу выбора белка вот как раз соевый белок лучше всего и не брать потому что у нас сои в мире вообще не гена модифицированной вы не найдете да та которая выращивается именно в больших количествах однозначно она будет вся гена модифицированы разве только это ваша бабушка вырастила свою себя на огороде на вот поэтому однозначно не нужно брать такую до такой белок лучше берите яичный лучше берите сывороточный изолят но точно не соевый а так в целом да ничего вредного не будет следующий вопрос как узнать настоящая куркума или подделка когда вы покупаете если в каких-то восточных лавках и она на развес тогда вы можете ее посмотреть понюхать попробовать на вкус она должна быть как иметь такой имбирно апельсиновый вкус на запах она такая пряно-древесная она должна быть сухая рассыпчатая без комочков и очень ярко оранжевого цвета цвет может меняться в зависимости от сорта куркумы но если вы понюхали она пахнет чем-то вот ну это не пряно-древесный запах да вот какой-то он может быть неприятный или на вкус она сильно горькая однозначно она уже просто напросто просроченная да и снизу что-то не то вот если берете ее в упаковке то надо смотреть чтобы все было герметично закрыта до без нарушения ее целостность пакета переизбыток янтарной кислоты чем угрожает и здесь вот кто-то ответил уже способствует опухолям знаете я нигде не встречала такой информации скажу что вообще в целом очень сложно получить этот переизбыток янтарной кислоты потому что ее организм не накапливает это то вещество которое ежесекундно используется в цикле крепса то есть цикле который протекает в наших клетках ежесекундно то есть нету такого процесса накопления да если мы говорим с вами про те же самые витамины да допустим водорастворимые витамины сразу же там выводятся да а жирорастворимые витамины имеют свойство накапливаться да и что вот чем это опасно переизбыток этих витаминов так вот янтарная кислота она не имеет свойства накапливаться она постоянно будет расходоваться плюс я вам скажу что так как мы сейчас живем в такие времена большого стресса это может быть стресс как в целом от разных событий новостей и так далее так и даже от того что вы живете в мегаполисе это уже стресс для организма то янтарная кислота будет еще быстрее еще больше расходоваться поэтому честно говоря мне кажется что это что-то из области фантастики накопите антарную кислоту и уйти в переизбыток так магния хилат вопрос или цитрат смотрите я сделаю отдельное видео даже чтобы сейчас это не разбирать просто отдельное видео расскажу какие формы магния применяются при каких скажем так симптомах потому что допустим глицинат магния да он вам наоборот вас будет стимулировать активность повышать энергию стимулировать когнитивные способности да там улучшать память и вот вас на вот бодрить да то же самое например цитрат он наоборот будет успокаивать он будет расслаблять кишечник то есть ну это совсем вроде бы один и тот же магний да но абсолютно будет разное действие этой добавки поэтому я сделаю прямо в отдельном видео расскажу про все формы магния и какая для чего применяется вот вы мне подкинули идею хорошую так монг фрукт это фрукт монаха он у меня уже тоже стоит в плане снять отдельное видео обязательно расскажу уже буквально в ближайшие дни выйдет видео что еще у нас здесь какой именно коллаген рекомендуете мне кажется вы меня не внимательно слушаете абсолютно не внимательно в своем видео про коллагена но кстати вот здесь я рассказала о том что есть разные формы коллагена да есть из разного сырья делают коллаген но суть одна какой бы коллаген вы не взяли растительный животные и там и так далее так далее суть 1 вы его выпиваете он проходит все этапы пищеварения в желудочно-кишечном тракте и разваливается на аминокислоты точно такой же процесс произойдет если вы съедите творог он у вас пройдет через все этапы пищеварения и развалится на аминокислоты вы съедите курицу яйца и рыбу морепродукты и так далее то есть любой белок развалится также в этом смысла абсолютно нет буквально недавно читала одно из исследований сейчас не буду делать сюда ссылку потому что сейчас прям так быстро его и не вспомню ну может быть найду и тогда мы прикрепим одно из исследований что почему люди пишут о том что коллагеном реально помог то есть говорят у меня перестали валить суставы а у меня волосы начали расти одно из исследований говорит о том что очень сильно работает как раз тот самый эффект самовнушения группа плацебо всегда имеет хорошие большие результаты по всем нутрицептиком бадом вот у нас было обучение по натуропатии я его проходила еще в двадцатом году вот и нам американцы рассказывали там разные препараты да там не препараты разные бады как они применяются в каких случаях и так далее и всегда показывали исследования и всегда есть на каждый бад и есть еще группа плацебо то есть как люди которым давали пустышку но говорили что вот это коллаген или вот сейчас вы пьете там супер какой-то крутой витамин который вам должен помочь там понять энергию и вы представляете результаты в этой группе плацебо всегда очень высокие потому что самовнушение работает люди реально вот на этой вере они чувствуют какие-то изменения поэтому про коллаген тоже самое вот буквально на днях читала что именно благодаря большой вере вот в то что он работает люди чувствуют да то что у них улучшение на самом деле вы такие же улучшения почувствовать если вы увеличите до нормы белок в своем рационе вам будет его достаточно увидите что у вас и волосы восстановились и ногти восстановились и кожа у вас такая вот прям да плотная напитанная видно что коллаген появился и суставами проблем меньше ну и так далее и так далее вот поэтому я никакой коллаген не рекомендую я рекомендую чтобы вы получали достаточно строительных материалов достаточно аминокислот из питания чтобы ваш собственный коллаген вырабатывался никакой бат не может увеличить стимуляцию и выработку собственного коллагена никакой вообще то есть мы можем только дать организму строительный материал для того чтобы этот коллаген вырабатывался а как он у вас будет вырабатываться это уже будет даже очень индивидуальная особенность организма в том числе на это будет влиять ваш возраст в молодом возрасте коллаген вырабатывается прекрасно в более старшим до в таком пожилом возрасте естественно выработка коллагена снижается что абсолютно нормально так если вас говорит антидиета значит это хорошая диета организации давно себя дискредитировала вы знаете я не я часто привожу в исследованиях до какие-то рекомендации воз но я вам скажу что далеко не все рекомендации я не ко всем рекомендациям я прислушиваю да во многих конечно вопросах я тоже иду в разрез с ними понимаю что это такая скажем организация тоже не совсем независимая да вот но если мы говорим с вами про конкретно про я говорила здесь про кета диету до которая сейчас уже из своего пика популярности и что ее так очень сильно все восхваляли да я я не тоже очень хорошего мнения да я говорю что действительно это питание нужно но только при определенных состояниях здоровья но ни в коем случае не для похудения вот то сейчас до спустя каких-то семь-восемь лет прошло восемь лет с тех пор как я знаю об этой диете и она начала вот очень резко пикетировать вниз и они начали писать очень много плохого но я скажу что основное что я могу сказать про кету диету почему ее не стоит использовать потому что вы после нее вес не удержите вы не останетесь на кето на всю жизнь заметьте потому что наша социальная жизнь она не подстроена под кето вы выйдете с друзьями в кафе в ресторан это будет прям реально постоянные сложности чтобы ты свои кето четко придерживался чтобы ты не перебрал белка чтобы ты себе не позволил лишний углевод а если вы на кето и вы себе раз в неделю позволяете расслабляться углеводами и думаете что это окей это не окей так делать точно нельзя выходить из китоза входить китоз выходить из китоза это нельзя делать когда мы проводили по большой такой курс у нас был с эндокринологом по питанию lchf low carb high fat это высокожировая низкоуглеводная диета то есть это не кето да но это скажем так брат кето вот наш эндокринолог говорил о том что в нашей женщины должны ну женщины там у нас и мужчины были наши участники этого проекта они должны медленно плавно выходить из этого питания в стандартное углеводное питание в течение нескольких месяцев то есть а вот этого вот перепрыгивания быть в целом не могло вот то есть это достаточно вредно и плохо вот поэтому про кето диету скажу что да у нее есть очень крутые крутой терапевтический эффект влияние на организм но для похудения она не подходит потому что когда мы с вами снижаем вес мы должны исключить причину набора веса причина набора веса это не неправильное пищевое поведение неправильные привычки в питании согласны то есть это основное не потому что он просто вот почему-то набрался потому что есть привычка там есть поздно на ночь много есть сладкого много есть углеводов не иметь режим питания и так далее и так далее есть очень мало есть очень много и и в общем и все и тому подобное и вот проблема как раз именно в этом что для того чтобы не только снизить вес. Снизить вес вы можете на воде, на гречке, на кефире, на чем угодно. А то, чтобы вы удержали его потом, а удерживать вы будете на чем? Вы должны удерживать его как раз на определенных выстроенных привычках в питании. И это должно быть точно не кето-диета, потому что кето-диета, она не выстраивает отношения с едой. Она просто вам временно делает определенные ограничения, которых вы вряд ли будете придерживаться всю жизнь. Вспомните любую диету, которой вы придерживались. Ну, смогли ли вы ее потом долго пролонгировать и выбрать ее как образ жизни? Ну, однозначно нет. И возьмите то же самое гарвардскую диету, гарвардское питание, рациональное питание, средиземорское питание. На нем реально можно жить, потому что ты можешь есть и макароны, и лаваш, и хлеб, и фрукты. И у тебя все в избытке. То есть всего достаточно, и ты не чувствуешь себя в каких-то ограничениях. И в любом месте, в любом кафе, в любом отпуске ты всегда найдешь свою еду, потому что у тебя, собственно, очень большая продуктовая корзина. Ну, как бы это мое мнение, да, я скажу, что это мнение я сложила на большом опыте работы с людьми. Вот я вижу, что те, кто изменили в целом свои пищевые привычки за время снижения веса, они вес удержали. Вот. Те, кто временно применили какие-то рекомендации, да, они похудели хорошо, но потом они и набрали. Ну, выбирать кето-диету или диету дюкана, или идти более здоровым путем, естественно, конечно же, это выбор за вами. Так, гречка на палео под табу. В целом, вообще, палео очень легко, ну, как бы запомнить, какие продукты под палео проходят. Это все продукты, которые были доступны для людей до возникновения сельского хозяйства. То есть, по сути, уже крупы, это уже сельское хозяйство, когда начали собирать эти крупы, да. А вот все, что само по себе росло в природе, это все палео. Вот. Поэтому, да, как бы гречка здесь не очень. Но, опять же, смотрите, я всегда за то, чтобы мы выбирали с вами какое-то направление в питании, но не обязательно его настолько жестко придерживаться. Если вам подходит набор продуктов палео, это процентное соотношение бежу, но вам нужно где-то добавить немножечко гарнир, да, из сложных углеводов, ну, почему бы нет? Почему бы нет? Добавьте, вам так будет комфортней. Вот. Я не за то, чтобы вот так жестко придерживаться каких-то рекомендаций. Так. Скажите, пожалуйста, янтарная кислота повышает ли сахар в крови? Нет. Точно нет. Не повышает. Вот. Так. Основные вопросы мы разобрали с вами. Очень благодарна буду вам за новые вопросы. Какие темы раскрыть на следующей болталке? Что будем с вами разбирать? Можете прямо писать там свою историю. Может быть, вы там не можете снизить вес? Еще что-то. То есть, у вас есть в целом какие-то вопросы к диетологии, питании, тренировкам, физической активности и так далее. Я буду с радостью разбирать ваше сообщение на вот таких вот наших с вами видео-болталках. Вот. Наверное, мне кажется, что у меня на сегодня все. Все, что я хотела вам сказать, сказала. Много всего произошло за эти сколько? Два месяца. Да, два месяца меня не было в Ютубе. Я столько всего успела стать бабушкой, получить травму мениска буквально на второй день, когда я стала бабушкой. Это вообще... Представляете, я бегу в роддом к дочке. Она здесь рожала в Германии. Вот. Значит, я бегу по ступенькам. Тут снимаю сторис в Инстаграм. Вот. И рассказываю как раз на сторис, что я прибежала. Сейчас быстрее вам о личном расскажу. Что вам все только рассказывать про диетологию. Значит, прибегаю я в роддом. А посещение можно с двух часов дня. А у меня дочка только вчера родила. Я как бы вчера тоже была. Но сегодня же прям мне уже не терпится к ней прийти, взять малыша на руки. Вот. И я забегаю на ресепшн, когда заходишь здесь в больницу. Это такой большой холл. Мне прямо, знаете, напоминает доктор хаус. Вот это вот такая вот больница. Вот. Точно прям здесь такие же. И вот большой холл, и стоит этот ресепшн большой. Я подбегаю, говорю, я вчера стала бабушкой. И они такие, да ладно. Ну, это женщины на кассе. Ой, господи. Женщины на ресепшне. Вот. Они говорят, что серьезно? Я говорю, да. Но это мы на немецком общаемся уже. Я могу такие основные фразы сказать. Вот. Говорит, не может быть. Говорит, сколько вам лет? Я говорю, мне 41 год. Говорит, мы вас поздравляем. Я говорю, я, говорю, ищу свою дочку, потому что я не знаю, в какую палату ее перевели из родзала вчера. Вот. А они говорят, вы знаете, дело в том, что у нас посещение только с двух часов дня, а сейчас с половины второго. Вам надо подождать. И все-таки смотрят на меня, видят вот эти горящие глаза и такие, ладно, идите. И мне говорят номер палаты. Я побежала. И я вот это бегу по ступенькам. Здесь коробка с подарками, с там, я еще, понимаете, сумасшедшая мать и сумасшедшая бабушка суп она варила, хотя в больнице. Боже мой, там тоже приносят меню для того, чтобы роженица выбрала, что она хочет. А я со своим супом, как здрасте. Вот. И я бегу с этим супом, с этой коробкой, с этими подарками. Телефон. И я встаю неаккуратно, встаю на ступеньку, и у меня просто сильнейшая боль в колене. А дальше я еле-еле уже дохожу до палаты. Захожу в палату, говорю, Саша, говорю, все. У меня, говорю, что-то с ногой. Говорю, ну ладно. Я, в общем, все равно отсидела, побыла с ними, побыла с малышом. Вот. И уже оттуда, из палаты, меня уже вывезли на каталке. Сразу же в скорую помощь. Вот. И все. И я следующие, ну, уже полтора месяца, я практически там, очень мало, а сейчас только начала спорт внедрять. Ну, что без спорта. Думали делать операцию, но, слава богу, что МРТ не показала какие-то прямо обязательные операционные вмешательства. Сказали, что там надрыв мениска, ну, все заживет само, слава богу. Вот. Ну, конечно, пережила я прямо много всего, потому что очень сильно не хотела оперироваться. Плюс еще и попала сразу же в больницу. Меня положили на сутки, потому что пришлось прокапывать обезболивающим, что нога вообще не разгибалась. Я просидела пять часов в коляске, пока ждала, чтобы меня скорая приняла. Очень много людей было в тот день. Вот. И вот как я сидела так с согнутыми ногами, она как вот, знаете, как будто заморозилась. И все. И потом ее разогнуть было невозможно после травмы. И вот сутки я провела в больнице. Ну, конечно, скажу, что больницы здесь очень красивые. И, конечно, самоотношение к людям очень хорошее и очень внимательное. И, ну, конечно, очень круто. Я у нас, думаю, что в Украине тоже, наверное, такие больницы есть. Но я, слава богу, никогда туда не обращалась. А в тех больницах, в которых я лежала, да, еще там в начале 2000-х, там, конечно, и сравнение никакое это не падает. Вот. Ну, слава богу, что я восстанавливаюсь, что уже начала заниматься физическими нагрузками. До бега еще далеко. Бегать пока я не буду. Но скоро вернусь в танцы. Сейчас уже занимаюсь в тренажерном зале и занималась ходьбой. Кстати, если вам интересно, я могу снять короткое видео, как я восстанавливалась после травмы. Потому что после травмы я еще неделю ходила, как называется правильно, ну, как лангет или такая шина у меня была на колене. Я ходила на костылях, представляете? Вот. И мне нужно было разрабатывать сустав, потому что у меня нога не разгибалась полностью. Я очень сильно хромала. Вот. Если вам нужно, если вам полезно будет, я вам покажу упражнения, которыми я разрабатывала сустав. Вот. С физиотерапевтом. Все. Вот теперь я точно все новости рассказала. В общем, врываемся с вами в 2024 год с регулярными видео. Я каждый раз говорю о том, что я буду регулярно снимать видео, и каждый раз что-то происходит. вот реально так. Но надеюсь, что теперь будет все у нас более-менее стабильно. Все. Я вас обнимаю. Побежала. И до встречи в следующем видео уже на этой неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok